Сирах, глава 35. Кто соблюдает закон, тот умножает приношение. Кто держится заповедей, тот приносит жертву спасения. Кто воздает благодарность, тот приносит семидал. А подающий милостыню приносит жертву хвалы. Благоугождение Господу отступление от зла и умилостивление его уклонение от неправды. Не являйся пред лицом Господа с пустыми руками, ибо все это по заповеди. Приношение праведного уточняет алтарь и благоухание его пред Всевышним. Жертва праведного мужа благоприятна, и память о ней незабвенно будет. С веселым оком прославляй Господа, и не умаляй начатки трудов твоих. При всяком даре имей лицо веселое, и в радости посвящай десятину. Давай Всевышнему подаянию его, и с веселым оком померяй приобретение рукою твоею. Ибо Господь есть воздоятель, и воздаст тебе всемиро. Не уменьшай даров, ибо Он не примет их, и не надеясь на неправедную жертву. Ибо Господь есть судья, и нет у Него лицеприятия. Он не уважит лица пред бедным, и молитву обиженного услышит. Он не презвит моления сироты, ни вдовы, когда она будет изливать прошение свое. Не слезы ли вдовы льются по щекам, и не вопиет ли она против того, кто вынуждает их. Служащий Богу будет принят с благоволением, и молитва его дойдет до облаков. Молитва смиренного проникает сквозь облака, и он не утешится, доколе она не приблизится к Богу. И не отступит, доколе Всевышний не призрит, и не рассудит справедливо, и не произнесет решение. И Господь не замедлит, и не потерпит, доколе не сокрушит чресл немилосердных. Он будет воздавать отмщение, и народам, доколе не истребит сонма притеснителей, и не сокрушит скипетров неправедных. Доколе не воздаст человеку по делам его, и за дела людей по намерениям их. Доколе не совершит суда над народом своим, и не обрадует их своей милостью. Благовременна милость во время скорби, как дождевые облака во время засухи.